Ваши деньги хочет перехватить злоумышленник. Давайте мы переведем средства на наш безопасный счет. С такими якобы благими намерениями звонившие, которые представили сотрудниками одного из крупнейших федеральных банков, заставили поверить Ольгу, что ее деньги хотят украсть. Вот такой-то человек пытается перевести, оформить кредит и перевести на свой счет. Поэтому надо защитить ваши средства. Банк в этом заинтересован. Как спасти эти средства? То есть нужно оформить на себя кредит, он поступает на ваш личный счет и сразу же вернуть в банк. То есть никакая там комиссия, проценты не будут, вы не будете выплачивать, поскольку сразу вернете кредит. И я его сразу вернула на счета мошенников. И пока Ольга думала, что спасает свои деньги от выдуманного злоумышленника, настоящие продолжали сыпать женщину аргументами о том, что преступника, который хочет украсть у женщины деньги, уже ищет полиция. Проводится расследование, участвует в этом полиция, обязательно ответьте на звонок. Полиция действительно через какое-то время позвонила, представилась майором полиции, сказала, да, мне передали из банка ваше дело, что пытаются совершить факт мошенничества. Пожалуйста, плотно работайте с банком, выполняйте его инструкции. Итак, следуя инструкции, женщина переводила взятые по внушению в кредит деньги на якобы безопасный счет, счет настоящих преступников. Всего женщина отдала больше 4,5 миллионов рублей. Как не поверит, добавляет Ольга, когда диалог ведут от лица банка и полиции. Сейчас уже реальные представители правоохранительных органов завели уголовное дело по статье мошенничества. Хотелось бы отметить, что сотрудники полиции, несотрудники банков ни в коем случае не будут перезванивать потерпевшим и пояснять, что в настоящий момент по их счетам проводятся сомнительные операции. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению подозреваемых данным преступлением. Вымогание денег по телефону остается самой популярной схемой мошенничества. По данным Сбербанка, каждые сутки по стране фиксируют больше 100 тысяч подозрительных звонков. Только с начала января в Барнауле зарегистрировали более 20 случаев мошенничества. Злоумышленники прикидываются сотрудниками банка, работниками ФСБ и даже родственниками. Надо понимать, что мошенники действуют по определенным схемам. Их скрипты, текст заранее продуманы, которые знают, что такое психологическое внушение. Поэтому их алгоритмы часто сопряжены со скоростью. Действовать очень быстро и всегда есть какие-то риски. Потерять деньги или здоровье близкого человека. Поэтому очень трудно устоять. Действуют профессионалы. Репутационные убытки несут и сами организации, от лица которых звонят мошенники. На горячей линии одного из банков посоветовали не вестись на провокации преступников и сообщать номера, с которых звонят в службу безопасности банка. Это очень важно, потому что все эти номера обязательно регистрируются, обратиться на горячую линию и плюс взять выписку и обратиться на правоохранительные органы. Банк уже со своей стороны всячески содействует именно в ходе расследования и всего прочего. К сожалению, в России раскрывается лишь 9% таких злодеяний. Это данные Генпрокуратуры России. Дистанционные преступления – одни из самых труднофиксируемых. Ведь многие звонки поступают из других стран. Так что самый верный вариант – понимать, что ни полиция, ни банки никогда не будут сами звонить и сообщать о своих намерениях относительно ваших финансов. Мария Мацав, Александр Антропов, Дмитрий Денисов. День с толком. Продолжение следует...